Анастасия Белая Турнир по компьютерной игре Дота 2 проходил в технопарке Пушкина в период с 7 июля по 21 июля. 64 команды из разных городов России приняли в нем участие. Турнир является пилотным проектом технопарка и впервые проводится на территории как Пушкина, так и всего района. Рады, что удалось собрать такую аудиторию. Сами немного не ожидали, что все получится. Но надеемся, что будет продолжение. 21 июля состоялся финал турнира. Четыре команды из разных городов России – Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Москвы и Белгорода – поборолись в игре Дота 2 за главный приз. Призовой фонд сегодняшнего турнира – 100 тысяч рублей, который поделится между участниками. Но это первое место, или как? Нет, это первое место 50 и остальные места будут делиться. Как и на любом турнире, здесь есть судьи и даже комментатор. Что этот персонаж очень многогранный, действительно его можно использовать как на 4-5 позиции, так и, например, в миде. Процесс судейства происходит изначально в онлайн-этапах. Это открытая отборочная в форматах, в форматах Best of 3, закрытая квалификация с швейцарской системой. И, соответственно, ланд-финал, он же офлайн-финал, когда игроки приезжают на площадку и соревнуются между собой, так сказать, лицом к лицу, в формате Best of 3 матчей. Ребята по мере своего, так сказать, участия в турнире, они проходили по неким сеткам, участвуя и соревнуясь с разными командами. И, естественно, лучшие из лучших приехали к нам сегодня на финал. В Пушкино есть своя профессиональная киберкоманда. В турнире они участие не принимали, так как не подавали заявки. В среднем на игру в финале уходит от 20 до 40 минут. Однако процесс может затянуться даже до 3 часов. Задача судей не допустить, чтобы участники использовали разные программы и коды, дающие им преимущество. Ведь читер тот же мошенник и жулик. Также запрещены оскорбления и мат в чатах. За подобное могут сразу исключить игрока. В среднем наши трансляции собирали свыше 150 зрителей онлайн, то есть в прямом эфире. Превышали это количество. И общее количество просмотров нашего турнира собрало более миллиона. На территории технопарка Пушкина есть своя майнинговая сертифицированная ферма, имеющая официальное разрешение на производство криптовалюты. В марте этого года в Пушкино приезжала даже делегация из Китая. Их компания рассматривала Пушкинский район как инвестиционную площадку, на которой они планируют разместить оборудование для майнинга. Технопарк Пушкина обновляется. Он начинает развиваться в сфере современных технологий. По мнению руководства компании, киберспорт является неотъемлемой частью этого и способствует привлечению молодежи. Все инновационные продукты, они идут на пользу району. И на пользу не только жителей района. Мы сегодня создаем площадку, где мы можем получать новые знания, можем развиваться. И год новых технологий, век новых технологий. Надо за это держаться и благодарить тех собственников, тех инвесторов и организаторов данного мероприятия, которые нам дают возможность сегодня не выезжать куда-то за пределы Пушкинского района и где-то искать что-то новое, чтобы получить знания. А когда у нас есть рядом, мы можем приходить, знакомиться, интересоваться.